У нас начинается 10 занятие. Я напишу несколько фраз здесь на доске и посмотрим, почему именно так написано. Вот прежде чем написать, вчерашний разговор наш продолжим. Переведите мне на калмыцкий язык. Ты ученик? Ну-ка сначала это ряд. А здесь? Я не говорю, что они неправильно сказали. Я вообще просто хочу теперь вас послушать. Вы учитель? Еще раз. Смелее, смелее. Та-бакши-те. Вот так будет, да? Та-бакши-те. Вот это будет, да, написано? Правильно? А теперь объясняем, почему. Вот это что такое? Вот это что? Это у нас корень, да? Та. Если будет та, то в конце обязательно мы добавляем частицу т, да? Это вопросительное предложение. Поэтому мы должны сюда добавить вопросительную частицу. Та-бакши-те. Так, еще какую вопросительную частицу вы знаете? С первого этого урока. Чья это частица? Теперь другой вопрос напишу. Та-бакши-те. Та-бакши-те. Почему в? Почему в? Вопросительная частица вы. Почему в? А может надо было и? Потому что есть слово кеду, да? Та-кеду наста вт. Ни в коем случае не наста-и-те, так же? А наста-вт. Это нужно запомнить твердо, да? Так. Вот какой-нибудь пожилой человек подходит к молодому и спрашивает. Ты Санджи? Ну-ка спроси. Чи? Чи Санджи и Чи? Это вот из вот этой оперы. Так же? Он хочет спросить. Ты Сергей? Не знаю. Только так и так же. Чи Сергей Чи? Так же будет? Так. Мы же не только к русским именам, к русским некоторым словам даже умудряемся калмыцкие суффиксы и окончание добавлять. Так же? Вот я только что недавно вам сказал. Жизнь дан. Получается слово такое, да? К слову жизни русскому добавил я целых два аффикса калмыцких. Получается в моей жизни. Ой, не в моей, в своей жизни. А? Ну, это обычное слово. Чего его повторить? Жизнь дан. Мы всегда так говорим, так же? Жизнь дан не видел такой. Так. Дальше. Вот что касается с именем, да? Теперь скажи, переведите мне. Тебе семь лет? Чи? Долота в че. Да? Долота в че. Да? Долота в че. А почему ве? Ну, обычно мы говорим сегодня так, так же? Чи долота че. На самом деле, как надо? Чи долота че. Почему и? А не ве, как вы вначале сказали. Потому что здесь есть общий вопрос. Опять-таки путаница у вас в голове, так же? Чи долота че должно быть, а не долота в че. Если ве, мы добавляем ве, когда есть вопрос. Это когда специальный вопрос. А когда общий вопрос, который требует ответа, да или нет просто, тогда нужна вопросительная частица и чил долота че, би долота в че. А сейчас вот никто мне правильно не ответил. Все сказали долота в че. Видите, что происходит? Ну-ка, переведите мне такой вопрос. Например, вы кто по профессии? Та, ямаран, эрдимте, ве, тэ. Та, ямаран, эрдимте, ве, тэ. Почему ве частиц? Потому что есть слово ямаран. Та, ямаран, эрдимте, ве, тэ. Да? Ямаран, эрдимте. У вас какая машина? Та, ямаран, эрдимте, ве, тэ. Не айжи будь, не ромашитайте, а ямаран эрдимте. Дело в том, что из-за того, что вот на сегодняшний день мы вот эти путаем часто вот эти частицы вопросительные, поэтому происходит такая путаница. Вот эту знаем и эту знаем. Можем не туда подставить. Вот это ошибки, все равно это ошибки. Так, например, вы, а, вот уже есть, да? Так, я иду наставте. Спросите, вы студент? Та, оютныйте. 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 А ну-ка теперь давайте такое слово разберем. Вот вчера мы с Юрой разговаривали, да? Род. Какого вы роду племени-то? У нас такой вопрос иногда задают, так же? Вот вам вопрос. Вы слышали такой вопрос когда-нибудь? А? Слышали или не слышали? Вот я вам сейчас вот это слово разобью на аффиксы. Корень, да? Корень. Окончание. Что за окончание? Родительный падеж. Чей? Так? Суффикс хн. Окончание. Вопросительная частица и частица лица. Вот вам, смотрите, сколько аффиксов. Раз, два, три, четыре, пять аффиксов, еще же корень. Вот это все друг на друга вот так наслаивается, наслаивается. И образовывается вот такой вопрос. Вы сможете вот так все добавить? Я думаю, что вы можете это делать, просто вы не понимаете, почему вы какие-то буквы туда вставляете, да? Так же? Грамматически разобрать тяжело. Вот это что за... Это мы уже сказали. Окончание родительного падежа. Кене юна. Чей, да? Кене. Хн. Это суффикс. Когда образовывается собирательный существительный. Суффикс собирательного существительного, имеющего общие, общие какие-то родственные отношения и так далее, да? Группа лиц. Тогда монахын. Так же? Кэчнрэхын. Или же, например, цаганамнахын. Это по поселку, да? В одном месте живут. Если, например, какой-то род там, артахын, например, я про себя говорю. Род, да, артаевский. Там хын нужно, да? Если вы... Каждый свою фамилию может так сделать. Мы такие-то образовываются с помощью суффикса хын. Там арвынахын, какой-то арвын, да, у каждого в роду есть. Хын, там везде хын, суффикс идет. Потом идет кэнэхын. Опять-таки нужно кэнэхын. Это уже отдельное слово получилось. Это слово опять-таки в родительном падеже нужно. Кэнэхны. Вот. Дальше. Родительный падеж окончание. Вопросительная частица В, которая нужна нам, когда мы хотим задать общий вопрос, да? В. И это обращение на ты. А если бы вы было бы? Та. Кэнэхны. Тэ было бы. Вот сколько много частиц аффиксов нам нужно добавить в калмыцком языке. Теперь давайте разберем вот этот диалог. Ну-ка. Нужно было сделать следующее. Прочитать текст. Пересказать. Не знаю, кому там вы пересказывали, скорее всего, или нет. И составить диалог на основе вот этого текста. Прочитаем. Нашли текст? У меня здесь в хосом диалоге. Давайте текст прочитаем. Прочитаешь, Галь, да, сама? Ну, давай, читай. Кишта хамгин ухата, хамгин белькта и кэсургулин оютны. Кишта самая умная, самая талантливая студентка университета. Дальше. Кишта ахыр хар юста, хар нутта, окар чирата кюгин. Так. Кишта. Вот это вы имеете в виду не путать. Кишта это имя. Та-та окончание. А то опять будете думать, что это за такая буква. Так же? Кишта ахыр хар юста, короткие черные волосы имеет, черноглазая и миловидная девочка. Кишта ахта. У нее есть старший брат. Не забываем, что окончание та-та, значит у него есть или у кого-то есть что-то. Та-та если. Дальше. Ахиин нерин дорджи. Ахиин нерин дорджи. Имя или брата зовут дорджи. Смотрите, суффикс есть здесь. Не суффикс, частица есть и окончание. Ахиин нэ. Нэ еще есть, да? Его. Значит, третья частица третьего лица. Дальше. Дорджи эндер нурхта чират тамирчэ. Дорджи какой? Эндер нурхта. Высокий. Тамирчэ гисн? Спортсмен. Тамирчэ. Нужно нам это слово все равно запомнить, усвоить, так как раньше в калмыцком языке вообще не было такого слова. Это слово недавно вошло в калмыцкий язык. Тамирчэ. Дальше. Эн-йир сэн Тамирчэ. Эн-не. Эн-э. Йир. Сэн Тамирчэ. Тамирчэ. Он? Очень хороший. Очень хороший спортсмен, да? Так. Тедна екин нерин амулинг. Тедна екин нерин амулинг. Их маму зовут Амуланга. Дальше. Амулинг бичкэн нурхта, эфтэхэн цокцэта күйкіт күн. Так. Вопрос Амулинг какая? Ну, небольшого роста, аккуратного телосложения, женщина аккуратного телосложения. Получайся так, да? Так. Тюйна эрдминне орса келнабакши. Тюйна эрдминне орса келнабакши. Её профессия учитель. Дальше. Эткин нерин басынг тертосхачэ. Тертосхачэ. Он строитель. Имя её отца, да? По сын он строитель. Эдмин чоунгерта. У них есть каменный дом. Эднагерин аавин герасэ зөвэр икэ. Эднагерин аавин герасэ зөвэр икэ. Их дом больше дома их дедушки. Их дом больше дома дедушки их. Киштэ бичкэн шарунохата болын хармистэ. У киштэ есть маленькая. Кто у неё есть? Рыжая собака и чёрная кошка. Ну, жёлтая собака, рыжая собака. Что такое какая-то она? Светлая собака и чёрная кошка, да? Нохан нерин шарка, мисин нерин харка. Нохан нерин шарка, мисин нерин харка. Понятно, её собаку зовут Шарка, кошку зовут Харка. Шарка юр ухата болын цээхм ноха. Шарка очень умная и красивая собака. И красивая собака. Ноха модн герта. Ноха модн герта. У собаки живёт деревянной будки. Или конура. Ходжа насадись пока, Галя. Так, видеть, текст довольно-таки уже объёмный, так? Пересказать возможно? Вполне возможно. Составить такой текст возможно о своей собаке? Ну, конечно, вполне. Заметьте, что здесь ни одного глагола нет. Всё, в основном, слова с окончанием та, та. У него есть. Он обладает чем-либо. Какой-то наружностью такой. Или же у него что-то даже материальное есть. Собака у него, кошка и так далее есть. Правильно составлено? Правильно составлено, да, вопрос? Дальше. Второй вопрос. Вот я прочитаю так, как здесь написано. Киштен, Ахинь, Неринь, Ямаран у неё так идёт. Ну, во-первых, Мбэ в конце. Во-вторых, Киштен не Ахинь, а Киштен Ахинне. Брата просто. Без его, без частицы. Почему-то здесь у неё всё время вот эта ошибка выскакивает. Ахи-не. Потом ещё добавляется частица НЕ. Так, дальше. Третий вопрос. Дорджи Ямаран Эрдимте. Есть там такие слова? Есть, да? Дорджи Тамирче там был. Дорджи Ямаран Эрдимте. Правильно составлено вопрос грамматически? Нет. А зачем В? В это когда ты о себе говоришь. Би Тамирчин Эрдимте В. А здесь же о третьем лице. Частица нужна какая-нибудь? Не нужна. Дорджи Тамирче. Следующий вопрос такой. Здесь ещё одна ошибка выпала. К заканчивается. Не Экне, а Эки. У нас есть три окончания. Э или А. Потом у нас есть окончания. ИН и... Ещё какое окончание? Вот ИН. И НЕ, да? НЕ. В данном случае просто перепутали окончания. Между прочим, это очень распространённая ошибка. В родительном падеже вот эти три окончания путают. Экин в данном случае должно быть, да? Если слово заканчивается на любую согласную, кроме ИН, когда мы отвечаем на вопрос КЕНЕ, добавляем окончание ИНЕ. Экин, Сандлын, Бакшинне и так далее. Если слово заканчивается на звук Н, то добавляем окончание КЕНЕ, КЕВЮНЕ, КЮКНЕ, МЮРНЕ и так далее. Если слово заканчивается на гласную, то добавляется окончание Н. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Амулынгин, правильно здесь изменяется, да? Амулынгин. Ну, почему-то Ямаран Эрдым Та. Перехвалил. Ранее, это самое. Амулынгин. Или же просто Амулынг Ямаран Эрдым Та. Без ИН должно быть. Амулынгин Эрдым Ямарам Ба. Или так, да? Здесь вот опять-таки ошибка появилась. Почему-то. Не знаю, Галя, почему. Ответ правильный. Но мы с вами уже, по-моему, я скажу, два раза встречали в этом учебнике, когда написано Ямаран. Скорее всего, если два-три раза не может, не могут же ошибиться, опечатку сделать в одном и том же слое. Наверное, может и допускается такая форма. Ямаран. Не будем считать за ошибку. Эдна Эцкин Нэринь Басынг. Правильный ответ. Басынг Ямаран Кёдльмыштэ. Чего не хватает? Или нормально написано? Кёдльмыштэ вэ. Басынг Ямаран Кёдльмыштэ вэ. Басынг Тосхачы. Эдіны Ямаран гердтэ бэээнэ. Правильный написано. Эдіны чолуң гердтэ. Эдіна гердтэ нохас болуң миссэ бэээнэ. В смысле собак ки, да? Или одна собак тих? Одна собака. Тогда здесь сэ не нужна, да? Здесь нохасэ, это много собак. Так же. Эдіна гердтэ нохасэ. А, вопрос даже это, да, получается? Эдіна гердтэ нохас болуң миссэ бэээнэ. Эдіна гердтэ нохасэ болуң здесь не пойдет. Просто тогда через запятую надо перечислить. Она хочет, у неё дома есть собаки или кошки? И кошки. Ну-ка переведите мне вопросы. Эдіна гердтэ или эднэ дэ ноха миссэ бэээнэ. Получается так. Ноха болуң миссэ ямаран ниртэ. Ну, здесь болуң, наверное, тоже можно, конечно, но лучше сказать. Ноха миссэ хойр. Ямаран ниртэвэ. Так же? Ну, разобрали мы это упражнение. Такие задания ещё будут встречаться в тексте. Ой, в уроках. Поэтому ещё раз будем это проверять. В том числе и вот то, что я вам на доске до этого объяснил. Наш дом находится недалеко от музея. Или я живу недалеко от музея. Мини герэ, музей асэ, холобише бэээнэ. Наш дом находится недалеко от хурула. Холобише бэээнэ, да? Комната моего младшого брата большая и просторная. Моего младшего брата. Меня интересует слово «младший брат» и какое окончание. Моего младшего брата. Мини дюйгинэм хора и кэ болм у. Или же ещё один вариант здесь. Мини дюйгинэм хора и кэ болм у. Я живу в северной части города возле большого магазина. Мини дюйгинэм хоробише бэээнэ в. Улица джанглы очень широкая и длинная. Ну-ка. Джангры нерта ульнцы. Очень, да? Йир. Йыргын болн. Утэ. Йир, Йыргын болн. Утэ. Вы где проживаете? Где вы живёте? Та, альды, бээнэтэ. Я живу в Саратове. Я живу в Саратове. Я живу в Саратове. Я живу в студенческом общежитии. Я живу в Саратове. 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 Я живу в Саратове.